Всем доброго времени суток, друзья мои. Меня зовут Надежда. Я рада приветствовать вас у себя на канале. Сегодня у нас с вами очередной выпуск покупок с Пау Борис для дома, рукоделия и не только. Покажу вам много разных мелочей, которые, возможно, пригодятся и вам. Также не забывайте заглядывать в предыдущие выпуски с покупками Пау Борис. Возможно, те товары пригодятся вам также. Также приглашаю вас в просмотр болтологических разговорных видео на различные темы. Также оставлю вам ссылочку на мой основной канал, который рукоделиями о вязании и кулинарии. Возможно, он также вас заинтересует. Нам на сегодня приятного просмотра. Ну и, конечно, первое, с чего я начну, это кофе уже по традиции. Якоб ступ капучино, вкус милка, шоколад. Вот, если маночка 500 грамм, кофе 3 в 1, выглядит вот так, да, если нужен состав, конечно же, вот, смотрите. С этой стороны, с этой стороны, если нужно делать сискрин, покупаем уже не в первый раз такой кофе, да. Он есть разный, по стоимости довольно выгодно получается, нежели вот эти стик-пакетики, которые по 2 грамма. Цена идет вдвое. У меня дочка любит такой кофе, ну, 3 в 1 я имею в виду, ну, не именно такой, может быть, она пьет разный. Но в последнее время берем якобс на Валдесе. Они есть разные, да, и, конечно же, по традиции все ссылки я оставляю в инфобуксе. Так что проходите, смотрите. Берем периодически, хватает надолго, напомню, здесь 500 грамм. В белорусских рублях это 30 белорусских рублей. То есть за полкилограмма кофе 3 в 1. В принципе, имеет место быть, берем регулярно, нам нравится. Дальше, что покажу, это крем. Крем для лица с мессилом улитки. Вот такой вот баночка идет 100 грамм, 115 даже, хотя в описании на сайте было указано, что у нас это кромовая. 115 грамм, зафольгирован, довольно-таки, в принципе, классная штука. Брала как-то гель, уже не буду открывать, наверное, да, вот она зафольга. Довольно плотная, нигде ничего не протекает. Брала гель в виде геля, именно с мессилом улитки для лица, да, они идут с противоотвеченным свойством. Мне понравилось. В этот раз жила в виде крема, буду тестировать и пробовать. Следующей моей покупкой стала упаковка почтовых конвертов. Я их уже достала из упаковки, да, из общей. В наборе ушло 50 штук, не совсем, скажем, для дома, но поскольку я занимаюсь все-таки вязанием, как на заказ, так и на продажу, да, иногда мы что-то продаем из своих вещей, ну, я не думаю, что я одна такая, да, таких людей много, и такие конверты, они нужны для отправки почтой, да. В наборе 50 штук, они небольшие, они пластиковые. Здесь клейкая лента, которая отклеивается, и этот конверт просто заклеивается. Я думаю, что те люди, которые занимают, когда-либо что-либо отправляли в таких пластиковых конвертах, знают, что это такое, да, идет сумма оплаты, вес, да, если наложен или платеж. Здесь кому куда, все на русском языке и на русский, английский, да. То есть они небольшие, но на Валбарисе можно найти такие пластиковые конверты любого формата. Тоже, скажем так, для рукодельниц просто находка. Стоят они недорого, единственное, что нужно будет докупать уже марку, либо, допустим, как я живу в Беларуси, либо в Беларуси, либо же за пределы страны. То есть марку на почте закупаете и просто отправляется. То есть так выходит на порядок дешевле тоже, если вам нужно, обращайте на них внимание. На этот размер я, конечно же, ссылочку оставлю, но на Валбарисе есть размеры абсолютно разные. Они называются конверты пластиковые. Вы можете погуглить самостоятельно и найти тот размер, который нужен вам. Это что касается конвертов. Дальше моими покупками стали два набора спиц. Вот такие. Так вот они выглядят. Одни спицы у меня, получается, на леске. Они круговые. Такой вот конверт. Получается не конверт, а как органайзер. Одни спицы диаметром метр. В наборе шла линейка. Еще шли в подарок маркеры, крючок и иглы. Кому интересен более подробный обзор, ссылку на него вы найдете на моем основном канале. То есть более развернутый подробный обзор. Вот на эти метровые спицы есть там. Кому интересно, можете пройти посмотреть. Это метровые спицы диаметром метр. Вот эти спицы идут поменьше. Они идут диаметром 40 сантиметров. То есть леска 40 сантиметров. Они больше для вязания шапок подходят. Воротов, воротников. То есть тоже идет линейка в подарок. И тоже шли маркеры и иглы пластиковые для сшивания. То есть вроде с виду набора знаковые. Кто не вяжет, отличие, конечно, не наизот. Но для вязальщиков диаметром, это, конечно, очень-очень важно. В наборе 11 пар спицы от 1,5 размера. Начинается до 5. То есть и в том, и в том. Входят четвертые. То есть 1,75, 2,25, 2,75. И так далее. Половинчатые тоже. В каждом комплекте 11 пар. Вот этот набор еще новый. И тут тоже, в принципе, немножечко есть такая... Не то чтобы проблема. Она не проблема, она сама устраняется со временем. В новых наборах, вот здесь вот, да, туго защелкивается, защелка вот это вот. Но когда она уже разрабатывается, она потом хорошо застегивается. Вот этим набором я уже успела попользоваться. Поэтому он защелкивается на раз-два. Вот такие вот два набора спиц я себе приобрела. Потому что спицы все-таки выходят из строя. Я вижу много, вижу часто. И на заказе наличие. Поэтому выходят из строя. А четвертых в плане там 25, 75. То есть у меня их в принципе не было. Поэтому для меня это просто прямо находка. И довольно бюджетные, я вам скажу. Вообще, как бы, за такой набор-то, ну, не цена. Как они будут в эксплуатации, я пока не знаю. Вот сейчас вижу шапку на вот этих спицах на 40... С диаметром 40 сантиметров. Как они будут в эксплуатации, насколько их хватит. Я потом, конечно же, вам об этом расскажу. Дальше. Что приобрела? Это книга. Книга для рукодельниц. Самоучитель по вязанию списами и крючком. Я, конечно же, вяжу уже давно. Но, как я уже говорила, наверное, на этом канале, не на основном рукодельном. Я крючок в последний раз держала лет 20 назад, даже больше, наверное. Поэтому взяла именно ради крючка и оглавление. Давайте поищем. Я уже забыла, где она находится. Если честно, мы сзади. Содержание. Что вязать, ради чего взяла? Техники. То есть сейчас по крючку очень-очень много техник. Давайте мы посмотрим содержание. Здесь, конечно же, не все техники. Вот как выбрать крючков. Условные обозначения по вязанию. Техника. Основные приемы вязания. Начальный этап. Основные виды петель. В общем, я не буду долго заострять ваше внимание. Если вам нужно, сделайте себе скрин содержания. И все поймете. По вязанию с петельцами тоже есть. Виды пряжи, узоры. Брала ради крючка. Что хочу сказать. Если вы когда-либо вязали, держали, в принципе, крючок в руках, то это будет скорее напоминалка. Для уже девчонок, которые вяжут много, вяжут давно и вяжут часто, это скорее такая напоминалочка будет. А книга подойдет более для тех, кто только-только начинает вязать. Поэтому для начинающих рукодельниц я могу ее смело рекомендовать. Для более опытных и для уже хороших мастеров по крючку, наверное, вряд ли она будет полезной. Ну и, конечно, дальше у меня продолжат рукодельные покупки. В кадре вы видите дно для сумки уже с дырочками вот такого вот цвета серого. Хочу к накидке себе связать сумочку на лету крючком. Взяла вот такое вот дно к ней, к сумке в смысле. Дальше вот такая вот ручка с карабинами. Ручка длинная, именно с карабинами, чтобы можно было вешать через плечо серого цвета, но немножечко тоном отличается. Я так и хотела, чтобы дно было немножечко темнее, потому что это все-таки дно, оно, скажем так, ну дно есть дно, да, где-то можно им, чтобы не так, если запачкается, не так было заметно, скажем так. Так, ручка такая через плечо взяла одну и взяла вот такие вот две ручки. Вот эти, одна ручка шла не в комплекте, она шла отдельно, да. Дальше взяла вот такие вот две ручки на кнопках. Они вот идут парные. И тут две штуки в комплекте. Ручки кожаные, дно тоже. Ссылочки все оставлю. Ручки подобрала уже оттон в тон. И пряжа у меня уже, конечно же, есть. Буду потихонечку повязывать мои вязальные, рукодельные начинания. Вы, напомню, можете все это увидеть на моем основном канале. Кому интересно, кто вяжет. Здесь же в основном о покупках, да. Ручки, напомню, кожаные. В принципе, имеют место быть в отзывах. Читала я редко считаю отзывы, но в этот раз залезла и почитала. Довольно-таки неплохие отзывы. Дальше еще одну купила ручку тоже через плечо. Вот такая черного цвета есть у меня тоже задумка. Кстати, очень хорошие карабины, да. Вот прям не могу нарадоваться. Именно металл у нее, вот этот дешевый дешманский пластик. Именно хороший качественный металл. И что заметила, у одного производителя брала. Размер, по-моему, был указан одинаковый. Но по ширине они немножечко, вы смотрите, как будто бы отличаются. Да и не как будто бы, вот я предложу. Они еще только разные. Поэтому, смотрите, обращайте внимание на именно размер. Но, в принципе, мне эта ручка нужна была. Поэтому есть у меня идея сделать шоппер. Такой базовый крючком через плечо сумку шоппер. Ходить на рынок, по магазинам. В общем, чтобы не тратиться на эти пластиковые пакеты. Шоппер, как мы знаем, можно стирать. А ручка на карабинах, она отстегивается. Для этого я взяла вот такую вот ручку. Буду что-нибудь мудрить. В общем, мое рукоделие будет продолжаться, но уже не здесь. Вот такие вот у меня покупки для рукоделия. И да, еще напоследок вам последнее, что я вам сегодня покажу. Это взяла вот такой вот зажим металлический для кардиганов. Зажимы тоже есть очень-очень разные. Мне понравился вот этот. Есть у меня идея. Это будет изделие крючком. И мне как раз-таки нужна там одна застежка. Вот такие вот у меня были покупки на сегодня. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться на канал. Обзоры и распаковки с покупками будут входит регулярно. А у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и пока-пока.